Всем привет! Новый год совсем не за горами, он совсем близко. Можно рукой протянуть и достать его. А чтобы протянуть руку и достать что-нибудь вкусненькое на столе, это нужно приготовить. Так как народу всегда много на праздниках и хочется чего-то такого изысканного, но ведь вам не хочется тратить на это время и тратить на это силы, чтобы найти хорошие продукты и так далее. Я вам предлагаю очень простейшую закуску. Ее знают все. Ее знают все. Я эту закуску подаю своим гостям на стол в виде брускетта, какой-то хлеб хороший и то, что я буду сейчас сделать. Либо в сэндвичах с собой беру. Получается очень вкусно, удобно переносить. И это же блюдо, так как имеет огромный эффект вкусовой и люди говорят вау, я предлагаю его вам сделать и поставить на стол. Вот смотрите, это у меня зубатка горячего копчения. Зубатка горячего копчения, я не знаю, я вот ее знаю, что она везде продается. Везде. Это недорогой продукт, очень вкусный. От веревок я избавился чуть ранее. Главное найти поставщика, который делает это с любовью, чтобы зубатка была не очень соленая. Нарезать ее на стол не представляется возможным, потому что она вся рыхлая. Рыба жирная, посему ее нужно брать и вот таким образом дербанить. Вот сюда вот отправляем все это. Даже если она слегка больше посолена, ничего страшного в этом нет. Главное аккуратно снимайте кожу, она прекрасно снимается. Хотите пожирнее, некоторые, знаете, вот тут много жира остается. Некоторые берут ножом его вот так соскребают, потому что рыбий жир полезный очень. И где вам лучше пить в таблетках, да, синтезированный, выпаренный, чем есть натуральный? Я добавлю небольшое количество витамин к себе в тазик. Все, все остальное руками разбираем, смотрим, чтобы не было никаких косточек. Хотя там, я не знаю, где там косточки, в реберной части. Можете хвосты брать. Смотрите, оно же кусками всегда, как правило, коптят это все, засаливают кусками. Мясо очень нежное и жирное. В отличие, например, от горбуш или от киты горячего копчения, зубатка, конечно, сильно отличается тем, что, ну, вот она нежнее, сочнее. Вот видно, как блестит мясо, видно, какое нежное волокно. Жира там, конечно, под кожей столько, что не в сказке сказать, не пером описать. Красные уступают. Но красные тоже горячего копчения вкусные. Смотря с чем смешать и как ее подать. Это можно потом обсосать, обгрызть. А можно из этого сварить офигительную уху. Офигительную. Просто если в обычную уху вы добавите, вот, складываете в морозилку вот эти вот все ошметки. Если вы добавите в обычную уху копченой зубатки жирной, во-первых, у вас жир появится, во-вторых, аромат копчения будет вообще... Вот этот вот пень, который добавляют всегда в ресторане, приносит уху и пень такой горящий. И туда... Типа традиция. Мы проводили, значит, с нашими друзьями несколько тестов на тему того, что вот как человек реагирует на вот этот уголь. Никак он не реагирует. Если человек знает, что вот перед ним полено затушили, он такой думает, ну, это же я так делаю в лесу, круто. Если то же самое сделать на кухне и принести ему, он этого не замечает. Он говорит, съел уху вкусное, он потом спрашиваешь его, ну, как? Говорит, вкусно, только не хватило вот полена. Ты ему говоришь, я на кухне это полено засунул. Он говорит, да? Хм. А я вот жене говорю, говорю, засунули там полено? Она мне говорит, нет, не засунули. Ну, то есть, это такая вся штука, такая эфемерная. Что если человек сам этого не видит, никакого толку там вообще от этого полена особо и нет. Я на эту тему жду от вас комментариев, потому что уверен, что вы найдете массу причин возразить мне и сказать о том, что нет. Ну, что ты? Я знаю одно. Копченый вкус в ухе делает уху в сто раз вкуснее. Все. Вы уже можете там считать это. Это все. Кто-то говорит, все, что без крупы, это уха. Но как только добавляется крупа, получается рыбный суп. Да нет. Ну, везде в разных кухнях все по-разному готовят. И даже в регионах России по-разному все готовят. Главное, чтобы было вкусно. Вкусно. Огурец кубиком. Свежий огурец есть всегда и везде. Удивительным образом неприхотливое растение, которое позволяет там в теплицах расти и так далее. И зимой можно позволить себе иметь его на праздничном столе. Итак, кубиков огурца. От объема зубатки должно быть примерно так. 100 граммов зубатки, 40 граммов огурца. То есть 40% от объема. Плюс 40%. А то если меньше кидаете, тут еще зависит вот от чего. Если рыба совсем не соленая, то можно огурцом сильно ее не забивать. А если рыба соленая, тогда огурца можно немножко больше. Кубики режьте на ваше усмотрение. Будет довольно неплохо, если у вас в рулетиках будут встречаться такие хрустящие кусочки. Это очень-очень хорошо. Теперь ложка мне нужна для того, чтобы сюда добавить сметану. Сметану лучше брать погуще, но следить, чтобы здесь, знаете, жидкости было не так много. У меня что-то она вроде густая, потом начинаешь мешать, и она жидкость отдает. Ложку сметаны можно будет добавлять чуть больше. Я понимаю, что многие из вас делают подобного рода вещи с майонезом. Да, майонез жирный, и он не так сильно пропитывает лаваш, в который я все это буду заворачивать. Но тут знаете, какой вкус? Сметана, она без соли, и она сладкая. Чем гуще сметана, тем она слаще, вплоть до вкуса масла. Через сепаратор, когда гонят сметану, сливки перегоняют. Поэтому я пробовал и так, и так, и эдак, и пробовал на оливковом масле. Нет, лучше всего получается со сметаной. Главное ее много не класть. Смотрите, получается масса довольно густая. Огурец в процессе своей жизни и взаимодействия с солью из рыбы начнет отдавать влагу. С этим нужно быть аккуратнее, поэтому много сметаны не кладите. Иначе потом будет швах. Как говорил мой папа, потечет. Усю потечет. Лаваш лучше брать какой-то тандырный, тот, который жареный. С одной стороны белый, с другой. О, сколько их тут. Ну-ка, поглядим. Ух ты! Я называю его лаваш-салфетка. Потому что выглядит как салфетка, и мне кажется, что им можно было бы даже руки вытирать. Тут чуть-чуть тоньше нормы. Да вот тут вот, в этом месте. Видите, прогорел немножко. Тогда берем тот. А этот кладем. Потом его можно, кстати, высушить, для того, чтобы он не прел. На нем не образовывалась плесень. Используют как сухарики. Ну вот, например, в зимнее время в армянской кухне, все знают прекрасно, Ну, если кто не знает, я вот как раз рассказываю, что есть очень популярное блюдо хаш. Да, традиционное армянское, которое делается из говяжьих копыт. Никакого мяса там в помине нету. Кто напишет мне, что там мясо есть в хаше, делают такие есть красавцы. Удалюсь с друзей. Заворачивать буду не вдоль, а поперек. Значит, выкладываем слоем нашу начинку. Теперь начинку распределяю по всей поверхности. Значит, в зависимости от ваших пожеланий, начинка может быть растянута в толстый или в тонкий слой. Мне очень нравится, когда я использую копченую рыбу. От нее всегда приятный вкус, приятный аромат. Копченый продукт для русского человека, конечно, очень важный. Несмотря на то, что там столько канцерогенов в этом натуральном копчении, это ужас какой-то. Все-таки нельзя себя остановить, когда видишь копченую скумбрию, копченую зубатку, копченую треску. Даже копченая горбуша и та хороша. Вроде суховата, но на вкус она божественна. Призываю вас, используйте горячего копчения рыбу. Не только с пивом, но еще и в еду. Теперь все это выстилаем листочками. Раз. Два. Листья салата могут быть любые, совершенно любые. Хотите роману, используйте роману. Айсберг, но тогда его нужно будет нашинковать и ополоснуть в воде, чтобы не ржавели краешки. Есть салат в горшочках, вот такой вот, как у меня. Ну, значит, его. Не нравится в горшочках, считайте, что он дешевый. Берите подороже. Дуболистный там, какой у вас будет. Фрезе. Та-да-дам. И просто-напросто нужно завернуть все это чудо аккуратно в лаваш. Вот так. Смотрите, лаваш очень тонкий у меня. Он норовит порваться. Поэтому его, оп, еще кружочек заверните. Значит, заверните его так, чтобы у вас еще один слой был. Ну что, лаваш тонкий. Вот. Все, великолепно. Великолепно. Дальше доворачивать не буду. Все-таки моя пропаганда такова, что хлеба не должно быть много. Зубочистка мне понадобится для того, чтобы заколоть край. Заколоть край. Или давайте вот так. Обрезаю вначале с одного края. Все это отход. Съедят домочадцы. Дальше прикалываю край. Оставьте зубочистку так, чтобы ее было видно. Тогда никакой пьяный сосед не засунет это себе в рот. И, соответственно, небольшими кусками. И небольшими кусками, в зависимости от того, где у вас лучше срез, выкладывайте на тарелку. Глядя на эти зубочистки, так и подмывает. Сказать, а вот на кончике этих зубочисток вы можете нанизать красный-черный виноград или половинки помидоров через моцареллой. Шутки шутками. Все, достаточно здесь все хорошо. Можете сверху еще как бы фигануть мазикой разного. Можете взять, например, паприку и это все посыпать сверху паприкой. Если вы это будете подавать в таком виде, можете там какой-то смесью специй, там, хмели-сунели, что кто любит, все добавляйте. И, соответственно, так как у вас наверняка будет какая-нибудь зелень. У меня, видите, тут я в холодильнике порылся. Гламурная зелень ростки горошка. Она есть не всегда, не везде. Но замените любой другой. Проблем вообще никаких нет. Я просто использую, что у меня в холодильнике валяется. Чаще всего. Именно так и происходит. Значит, где-то дерево посадите, где-то просто киньте, как попало. Не хватает, как бы, красных вкраплений. Я думаю, на этом надо остановиться. Но останавливаться на этом не буду. Потому что нужно ведь попробовать. Каково это на вкус? По запаху великолепно. Свежий огурец, копченая рыба. Я бы сюда еще, знаете, что добавил? Сметанки по чуть-чуть. А потом сверху паприк. Чтобы сочности было больше. Но сделал я все правильно, потому что иначе это все начало бы растекаться. И так уже после замазки начинаешь скручивать. Тонкий лаваш начинает рваться. Тут нужно быть аккуратным. Но мне лаваш крутой попался. Тонюсенький. Он практически не чувствуется во вкусе. Обращайте на это внимание, когда будете делать такую праздничную закуску на стол. Праздничный стол ведь не всегда должен быть дорогим и, знаете, каким-то замороченным. Он может быть вот таким вот простым, дешевым, классным, вкусным и ароматным. Просто приложите немножечко вот своей внимательности. Знаете, украсть и немножко больше добавьте по кусочку томатика, посыпьте чем-нибудь, каких-нибудь листочков добавьте. Ведь все-таки праздничный стол, как ни крути, даже самые простые котлеты нужно всегда украшать. Праздник ведь. Поэтому, друзья, пожалуйте этот рецепт на ваш новогодний стол. Я желаю вам всего хорошего в новом году, много вкусностей, и самое главное, еда должна быть в кайф. Пока!